Здравствуйте! 28 августа 2024 года исполняется 125 лет со дня рождения прозаика и инженера-изобретателя Андрея Платонова. Его называют и загадочным гением, и самым неправильным писателем XX века. Поэт Иосиф Бродский говорил, что Андрей Платонов в своем творчестве проверял на прочность русский язык и довел этот процесс до предела. Язык Платонова действительно стал уникальным явлением в русской литературе и долгое время был непривычен для читателя. Его повести написаны шероховатыми словами и пронизаны косноязычиями. Речь его персонажей как будто ломаная, корявая, неправильная и абсурдная. Платоновские герои-странники, мастеровые, деревенские правдоискатели, пребывающие в своеобразном скитальчестве, в поисках ответов на вечные вопросы. Кто мы в этой жизни? Зачем мы здесь? Рассказы Платонова для детей повествуют о милосердии и доброте, открывают основы моральных ценностей и прививают их к читателям. Яркий образец этой позиции писателя – рассказ «Юшка». Это история о простом человеке, которому очень трудно жилось в этом мире. Он верил, что люди его любят, потому что уделяют ему столько внимания, обижают, терзают, унижают. Также этот рассказ повествует нам о жестоком, неправильном отношении к человеку, о взаимоотношениях человека и природы, о благодарности и сострадании к окружающим. Андрей Платонов «Юшка». Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при Большой Московской дороге. Он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него было мало силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и хул. На сморченном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы. Глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои. Он их должен был покупать на свое жалование – 7 рублей и 60 копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал. Он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же, и ту без смены. Летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело и босой. Зимой уже он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца. А ноги обувал в валенке, которую он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон уже Юшка идет работать, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться. Вон уже и Юшка спать пошел. А малые дети и даже те, которые стали подростками, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали. Вон Юшка идет! Вон Юшка! Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку. «Юшка!» — кричали дети. «Ты правда, Юшка?» Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них. Он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор. Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли. Пусть он лучше злится, раз он справду живет на земле. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтобы он отозвался им злом и развеселил их. Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им, «Чего вы, родные мои? Чего вы, маленькие? Вы, должно быть, любите меня? Отчего я вам всем нужен?» «Обождите! Не надо меня трогать! Вы мне глаза с землей попали! Я ничего не вижу!» Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно делать все, что хочешь, а он им ничего не сделает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей. «Вот ты будешь такой, как же, как и Юшка. Вырастешь и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром ты не будешь пить, а одну воду». Взрослые и пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными. Тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему, «Да что ты такой блажной, непохожий, ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?» Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ. «Слов у тебя, что ли, нет? Животное такое. Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай. Говори, будешь так жить, как надо?» «Не будешь? Ну ладно». И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшке взрослый человек приходил в ожесточение и бил его еще больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой. «Лучше бы ты и умер, Юшка», говорила хозяйская дочь. «Зачем ты живешь?» Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить. «Это отец-мать меня родили, и воля была их», отвечал Юшка. «Мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю. Другой бы на твое место нашелся, ишь, помощник какой!» «Мне, Адаша, народ любит». Даша смеялась. «У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты, говоришь, народ тебя любит». «Они меня без понятия любят», говорит Юшка. «Сердце в людях бывает слепое». «Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие», произносила Даша. «Иди скорее, что ли? Любят-то они по сердцу, добьют тебя по расчету». «По расчету они на меня серчают, это правда», соглашался Юшка. «Они мне улицей ходить не велят, и тело калечит». «Эх ты, Юшка, Юшка», вздыхала Даша, «а ты ведь, отец говорил, не старый еще». «Какой я старый? Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал». По этой своей болезни Юшка я каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. В июле или в августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, вормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала. Он более не чувствовал своего недуга, чахотки. По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил боли и о болезни и шел дальше весело, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он казался всем ветхим. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему. И опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его. Но год от году Юшка все более слабел, потому что проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно, вечером уже затемно из кузницы хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним. «Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело? Хоть бы ты помер что ли? Может быть веселее стало бы без тебя, а то я боюсь соскучиться». И здесь Юшка осерчал в ответ. «Должно быть первый раз в жизни». «А чего я тебе? Чем я вам мешаю?» «Я жить родителями поставлен. Я по закону родился. Я тоже всему свету нужен, как и ты. Без меня, значит, тоже нельзя». Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него. «Да ты что? Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня самого с собой ровнять? Юрод негодный». «Я не ровняю», — сказал Юшка. «А по надобности мы все равны». «Ты мне не мудруй», — закричал прохожий. «Я сам помудрее тебя. Ишь, разговарился, я тебя выучу уму». Замахнувшись, прохожий силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь. «Отдохни», — сказал прохожий и ушел домой пить чай. Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не шевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен. Столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз и почувствовал, что земля там была сырая. Ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки. «Помер», — сказал столяр. «Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди. А кто тебе судья?» Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились между ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство. Снова вспомнили Юшку лишь глубокой осенью. В один темный, непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина кузнеца, где ей найти Ефима Дмитриевича. «Какого Ефима Дмитриевича?» – худился кузнец. «У нас такого сроду не было». Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее, что за гостью к нему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушная и невелика ростом, но мягкое, чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они были готовы вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостю, и вдруг догадался. «Уж не Юшка ли это?» «Так и есть, по паспорту он вроде Дмитриевич». «Юшка», – прошептала девушка, «это правда, сам он себя так называл». Кузнец помолчал. «А вы кто ему будете, родственница, что ли?» «Я никто, я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня маленькую в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом. Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтобы я жила и училась. Теперь я выросла и окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он? Он говорил, что работал у вас 25 лет». «Половина века вместе прошло, состарились», – «вместе», – сказал кузнец. «Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтобы она ела его. Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила учение на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто любил ее больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца. С тех пор прошло много времени, девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, ходила по домам, где были туберкулезные больные и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она уже сама состарилась. Однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь удалять страдания и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно уже самого Юшку и то, что она никогда не приходилась ему, дочерью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова